я рада видеть вас у себя в гостях друзьям добро пожаловать в солнечную армению барадес сегодня будем закатывать помидоры делается все проще простого а зимой всегда приятно в баночках иметь такие заготовки реально все делается просто я вам сейчас покажу их почти никогда не остается к концу сезона для начала чистим помидоры то есть удаляем эту тоненькую кожуру и все ненужное по секрету вам скажу бывает когда не специально покупаю помидоры дома остается и хочу их закатывать чтобы не испортились тогда я и на этот счет не заморачиваюсь удаляю просто все лишнее разрезаю на кусочки и в баночке так тоже получается но когда делаю много все же лучше кожуру удалять чтобы она потом не попадалась для того чтобы он чистились проще делаем вот такой крестообразный не очень глубокий надрез вот с этой стороны вот так и заливаем их кипятком оставляем так на несколько минут я покажу вам на примере двух а все остальное сделаю уже без вас их у меня довольно много прошло несколько минут вода уже не такая горячая можем легко снять кожуру вот и все помню моя бабушка когда делала эту заготовку ставила большие баки и в них очень много воды кипятила заливала и очень быстро всего за 20-30 минут мы чистили 20-30 килограмм помидоров помидоры все я уже почистила ровно столько же у меня лежит на стороне сейчас буду чистить также перчики можно друзья также использовать только помидоры то есть без перчиков но есть еще варианты которые часто делают у нас в армении наверное у вас тоже добавляют также немножко лука немножко зелени любой на вкус я очень люблю добавлять немножко кинзы можно и немножко петрушки или вместе одним словом как вам удобно а все остальное то есть кладем слоями в баночке все остальное так как я вам покажу то есть выбираем из перечисленных ингредиентов то что вам нужно главный ингредиент это помидора все остальное на ваш выбор с перчиками конечно все просто нарезаем как удобно эти перец сладкий не острый можно взять также острый но добавить немножко потому что будет слишком горько специально для того чтобы потом в баночках не было слишком много свободной жидкости просто воды из помидоров я их обычно нами некоторое время кладу в душлаг когда не снимаю как только почистила все это сразу кладется на душлаг но так как я вам показываю пошагово поэтому сейчас получается так вам тоже советую почистил помидоры сразу на дуршлаг или на любую сеточку чтобы стекла лишняя жидкость хотя помидоры у меня были довольно плотненькими но все равно вы посмотрите сколько стекло воды вот лишняя жидкость уже стекла я сейчас постепенно буду добавлять помидоры и перчики перчиков может быть столько сколько угодно вам то есть тут никаких правил нету ну и собственно других ингредиентов тоже и лука и зелени может быть столько сколько нравится вам что касается соли ее я добавляю вот такую чайную ложку с небольшой горкой вот видите только делю ее я на две части одну часть добавляю после первого слоя вторую где-то немножко выше середины вот так немножко встряхивая чтобы все нашли свое место и не было слишком много пустот вот так вот все остальные делаем также друзья так как бывало иногда я соль забывала добавлять поэтому ложку кладу вот так и рядом чтобы не забыть и и и еще что хотела сказать друзья для того чтобы заполнить помидорами банки они не обязательны чтобы были сухими я их просто помолила и И вот так вот оставила все равно, потом их кипятим. У меня изначально было примерно 14 килограмм помидоров, вышло 10 литровых банок. Так тоже можете примерно рассчитать. На одну кастрюлю я выложила полотенце, так следов от банок не остается. И сейчас выкладываю все в кастрюлю. Если она у вас не очень высокая, обязательно предварительно смотрите, чтобы высоты хватило, потому что воды должно быть вот до этой отметки, немножко выше плечиков. Сейчас я волью сюда холодной воды и поставлю на огонь. После того, как вода начнет очень интенсивно кипеть, засекаем время и оставляем приблизительно 20-25 минут. Кстати, то же самое можно сделать и в духовке. Ее разогреваем предварительно при температуре 170-180 градусов. Потом на противень ставим все наши баночки и отправляем в духовку. В противень вливаем кипятка, сколько помещается, смотря какая высота у вашего противня. И все, закрываем дверцу. Начиная с этого момента, засекаем время и оставляем где-то примерно 45 минут. Потом по очереди достаем и закатываем. Этот вариант мне нравится, особенно когда в кастрюле за один раз все банки не помещаются. Таким образом, я все делаю всего за один раз. А в кастрюле приходится кипятить еще раз для оставшихся банок. Прошло 20 минут. Достаю по очереди и закатываю. За это время огонь не выключаю. Оставила небольшой огонь, чтобы вода продолжала кипеть. Чтобы они были максимально горячими. Будучи. Буду прид进 consumruptи. Посыпаю кипятки. Затем дмитрий. Удив Продолжение следует...